Доброе утро, ребята! Сегодня утро начинается, уже третий день, утро начинается в 8 утра. Ванечка уже проснулся, Ваня носит его по квартире, пока я здесь умываюсь, собираюсь. Сейчас будем чистить зубы и я обязательно умываюсь своей любимой форолоной мини-2 щеточкой и также пенкой. Вот такая вот у меня пена. Как вы знаете, я уже не первый год пользуюсь этой щеточкой, очень довольна. Еще ей очень круто делать массаж. У меня есть различные сыворотки, крема. Еми очень здорово наносить вот этой щеточкой, обратной стороной, вот такими вот пупырышками, делать массаж. Честно, такое умывание бедрит. Обязательно нужно по утрам чистить зубы. Сейчас покажу, как я массаж делаю. У меня здесь вот сыворотка для лица. Просто так проводите аккуратненько. Или задерживаете. Им можно кайфовать. Так, сколько там время. Ой-ой-ой, все, хватит кайфовать. Надо собираться. Всем доброе утро! Всем привет! Доброе утро! Так получилось, что вчера мы, оказывается, не показали практически нашего Ванюшка в влоге. Все с ним хорошо. Просто не знаю, как так получилось. Вот она, счастливый ребенок. Нет, я же не показал, когда он спал. А, ну вот только, когда спящий. Сына, скажи, не хочу, не хочу, я спать. Мы здесь пьем кофе. Сходили в садик. Да, сходили в садик, вернулись. Мы не плачем. Сейчас собираемся и вы... Ну, он уже собранный, сейчас выезжаем. Да, сейчас кофе попьем. А мы едем в Плайдару забирать мою маму. Завтра Ванечке полугодиком будем праздновать. И папа у меня в командировке. И, в общем, да, мама... Маму нужно забрать к нам. Да? Так что поедем за бабушкой? За бабушкой поедем. Да? Так что пьем кофе и выезжаем. Я, кстати, в последнее время пью кофе... Где-то половину идет обычное молоко и вторую половину миндального. Так вкусно. И маленькая чашка. И, да, и я перешла на малюсенькие чашечки, такие вот кофейные. Большими чашками уже. Только в кафе пью большие чашки. А дома вот такими вот маленькими. Так вкусно. Миндальное молоко. Ну, напиток миндальный, он такой сладенький. И можно меньше сахара добавлять. Я и так ложечку всего добавляю. Так можно меньше. Да? Сейчас, как входит, я забылся. Он, кстати, со мной очень больно обнимается. Он никого так не обнимает, как меня уберет. Катю берет вот так вот за щеки. И вот так вот. И вот так вот и тянет. Меня он так никогда не делал. А мамочку так вот... Нет, он проявляет свою любовь таким образом. Да, сынок? Мы уже начали носить слюнявчики. Сейчас уже... Ну, у нас уже упала температура. У нас уже нет такой приматской жары. Вот. И так как мы утром в 8 утра прохладно, у нас в 8 утра до 18 градусов падает температура. Поэтому Ванек в штанах, носках... До 18 градусов мороза, не забывай. Мороза. Мороза. Да, на все пьем кофе и выезжаем. Вы не знаете, когда и чем заниматься, качаться? Рожайте ребенка, садите его в люльку и качайтесь. Все. Выезжаем. Дима в итоге остался у нас дома. У него немного болит нога. И мы туда и обратно. Поэтому Маська остался дома. Ну, а что ему в машине неудобно с ногой? Ну, нога не выпрямить ничего. Да. Поэтому приняли решение, что Дима остается. А Ваня, он с нами едет. Хотя я буду мучить. Сейчас уснет мальчик наш. Пара спадки уже. Так, теперь время левой руки. Самое прикольное то, что он будет расти, становится тяжелее. Можно качаться, качаться и качаться. Да, но потом он же в этой люлечке не будет. Ну, что? Другая будет. Потом в кресло. Ну, кресло не снимается. Кресло фихо стоит. Ну, тогда как-нибудь по-другому можно. Ну, да. Ой, как у нас хорошо. Вот моя машина стоит. Любимая. И вот Ванина. Все. Надо ему игрушечки повесить вон те, наверное, которые с той стороны. Как я и говорила, Ванечка в дороге у нас уснул, лежит, спит. Вот, а мы проходим мимо пекарни. И Ваня все время хотел купить вот эти вот меренги. И вот мы решили кофейку возьмет Ваня, наверное. Одну-две штуки. Чего? В случае, когда ты говоришь, я сегодня круассанчик съем и все. Просто, смотрите, моя рука. Нет, вот этот маленький. Ну, обычный. Нет, это маленький. Нет, это маленький. Вот обычный круассан. Вот обычный. Вот маленький. На море смотрите? Да. Какой шум приятный. Ничего, такой ветерок сегодня сильный. Да. После значит сентябрь. Ну, стабильненько так вот чайки. На протяжении всего пляжа есть люди. Да, но... Ну, мало. В спусте очень было мало. Слик летят их много, так? Да. Сейчас очень мало людей. Все, сейчас едем уже. Мы пообедали. Победали, попили кофе. Сейчас мама соберется, бабушка. И поедем. Сынок, как тебе море? Смотри, сари, сари, сари. Ммм, полетел. Меня не улетишь. Класс. Мы уже приехали в Сан-Фугат. Оставили Ваню с Димой дома. Ванечку младшего забрали с собой. И мы поехали с мамой в торговый центр. Нам нужно закупить продукты на завтрашний день рождения. Кому-то полгодика завтра. Мы зашли тут в кафешку, чтобы Ванечку покормить. И пока кормим, заказали с мамой смузи. Мама манго заказала. Я клубничный. Но когда мы увидели, как это смузи готовится, мы поняли, что ничего натурального в этом смузи нет. В общем, здесь смузи в тетропаках смешивается со льдом в блендере. И получается такая... Жижа. И получается вот такая вот жижа. В принципе, вкусно. Но чувствуется, что сахара здесь немерено. Просто очень сладко. Не сравнится смузи, которые я люблю заказывать в Коста-кафе. В Коста-кафе там прям видно замороженные... Они в пакетиках хранят замороженные фрукты. Потом их просто взбивают в блендере. И смузи готов. А здесь, конечно, я увидела и думала, да. Ну, ладно. Сейчас вот Ванек поел, вникает. Сейчас допиваем и идем в супермаркет. Будет у нас завтра в меню мясо на гриле и овощи. Да? Хамончик, салатик. В общем, нужно докупить немножко продуктов. Ну, сабритода мяса. Остальное мясо нет. Все, мы уже купили все продукты. В этот раз ничего лишнего. Все только то, что нужно было без всяких. Ой, перевешивает коляску. Ваня забрал крючок и не вернул. Вот, поэтому повесили так, что тащить очень тяжело. Тяжелая сумка. А сейчас мы направляемся в Зару, потому что мне нужно купить десертные тарелки. Потому что у нас они разные, а я хочу одинаковые, чтобы у всех одинаковые были. Потому что сейчас пойдем сюда и купим. Я уже давно хочу их купить. Каждый раз, когда мы собираемся всей семьей на Ванечкины посиделки, постоянно говорю об этом и не покупаю. Так что заходим в Зару. Ой, это мне так нравится, как здесь пахнет. Уже пледики продают. Уже сто лет здесь не было. Идем сразу в кухонный. Ой, зелененькое все такое. Продают. Ой, какая красота. О, вот такая вот штучка у меня есть. Для меда, кстати. Кто спрашивал, где я покупала, вот в Заре покупала. Но я покупала по скидкам. Я купила ее за 5 евро, что ли. А сейчас она стоит 16. В общем, красивые вещи. Так, а нам нужны тарелочки. И я хочу вот эти, смотрите. Вот такие вот. Для десертов. Они маленькие. Вот еще меньше. Вот эти. Но это для супа, смотри. Это как бы тарелочка под супницу. А я даже не знаю, можно ли отдельно их так купить. Без супницы. Видишь, их нет. Это с чашечками. Да, это с чашечками. Чашечки очень, кстати, такие элегантные. Красивые. Кто у нас тут вернулся с 5-ти часовой закупки? Боже, мы так встал не смогли. Мы зашли в Зару Хом, но это полбеды. Мы потом зашли в Зару с одеждой. И там мы застряли. Надолго. Вас очень благодарно. Приехали в некой куще. Ой, еще надо разбирать. В общем, купили. Так, это надо потом открыть. Ты будешь сегодня показывать? Да, потому что я ужин буду готовить. Угу. В общем, мы купили, смотри, у нас будет новая скатерть завтра. Угу. Спасибо. Прикольно, кстати. И тарелочки надо их поставить, чтобы мойку помыть. Окей. Сейчас я достану и покажу. Ну и потом уберем их. Если хочешь их показать. Просто думаю, уже завтра покажем. Нет? Или как-то хоть сейчас? А, ну да, можно в принципе или завтра. Что, какая разница? Думаю, не так важны тарелочки. Да, надо продукты разобрать. Угу. Целый мешок. Я, кстати, думаю, вы больше продуктов купите. Все, это хватит, да? Да, только для стола. В общем, я хлеб сейчас покушать. Потому что мама покушает хлеб. Мы-то уже давно хлеб не купили. Ну да. Ну так вот, на ужин. Мама привыкла с хлебушком. Да, взяла такой маленький кусочек. Взяла багеты для бутербродов с хамоном и томатами. Угу. Фиолетовый лук для салата с авокадо. Помидорки черри. Просто и завтра она будет для украшений. О, на развес. Да, на развес. Это для салата с авокадо. Просто помидорки. Для вот такой картошечки на завтра. И мама предложила ее не до конца отварить. А потом запечь ее в духовке, чтобы она с корочкой получилась. Угу, прикольно. Вот, так что делаем такую картошку. На гриле будет перцы. На гриле будет спаржа. На гриле будут цукини. И также сегодня еще нужен тоже будет цукини. Собственно, два больших авокадо. Мясо, салата и мясо. На всех. На попавках, которые, да, на всех. И все, мы уже будем покупать. Ну. Мы там занимали одежду, одежду купили. Прям вообще, прям все по размеру так подошло. Да, круто. Сейчас буду готовить ужин. Ужин. У нас нужен рыбка. Рыбка? Какая? Рыбка на гриле. Труча. Труча. Да. Парышки мне никуда, я пойду переодеваться, да? Да, переодеваемся. Мы уже все. Мы с тобой сегодня точно не надо ездить. Что, за тортиком не хотите съездить? Нет. Да я за тортиком не еду. Да. Еще приготовить ужин. И все. Можно лечь спать? Нет, еще нужно... Что делается? Можно. Так, давай, убери, пожалуйста. Давай. Это все в холодильник. Ничего, распаковала эту машинку. В общем, я заказала такую машинку, чтобы делать спагетти из разных овощей. Так. Так. И поехали. Надо сильнее придавить. Как-то да, ты не очень... Ты помочь? Что, пошло дело? Да. Вау. Это что за вермишель? Ничего себе так быстро. Ну, я бы ножиком, конечно, быстрее сделал. Прям такой классный бы сделал. Конечно. Я бы еще круче сделал. Блин, слушай, какая. И это можно сделать с любых овощей. Можно делать еще... А с помидором сможешь сделать? Еще можно вот такие вот делать для салата. Кочеряшки. Просто типа шинковки, да? Да. Длинное кольцо. Да. Можно лук. А что вот с этим делать? Ну, серединку не чувствую. Эй, ты кто? Обалдеть. И тут в комплекте идет еще сразу контейнер. Нет, ну, слушай, прикольно. Очень такая добротная машинка. Она тут фиксируется, и видите, она не двигается. Там присоски? Да. Так что сейчас у нас будет на ужин рыбка. И цукини на кокосовом масле. Чесночком и черри. А, нет, нет, не до конца немножко. Не до конца? А, нет, до конца. Так, все-все-все, не ломай. И оп! Кто хочет колбаску из цукини? Это толстая вермишель. А, а, как гвоздь, слушай. Это грибочек. Это дуванчик. Слушай, классно. Мне нравится. Ну, быстренько. Потому что мы покупали такую... Есть точилки разные. Точилки? Ну да, так вот крутишь. Мануально. Не, про то, что мы покупали уже готовую вермишель. А, да. Да, уже спирь, когда не готовая, продается. Вот так лучше свеженькую сделал. Из одного кабачка. Все. Круто. Так, Катя уже приготовила нам всем ужин. И мы сейчас будем ужинать. У нас вот спагетти. Спагетти из кабачков и рыбка. Дима ни кабачков, ни рыбки. У него курица. В общем, всем приятного аппетита. Мы поужинали. А, это лодка? Плывет. Мы покупали Ванечку, покормили. Сейчас сели пить чай. С печенюшками. Там вот тут. Конфетки, изюм в шоколаде. Ну, что-то Ванька икает. Сынок, ты чего икаешь? В общем, сейчас будем досматривать. Идем заново посмотрим. Ну, в общем, Аладдина сейчас будем смотреть. Что мы так и не досмотрели его. Так как это мюзикл, нам сложно смотреть такие фильмы. А они постоянно поют. Мы с папой начинали. Но они там поют. И, по-моему, мы не стали его. А они там много поют. Будем сидеть, мучиться все вместе. В чем-то мультики проще смотреть, когда поедут. Да, чем в фильмы. Даже когда сказка, вот, да? Вроде как с мультика сказка, но все равно как-то. У меня, кстати, чай с миндальным молочком Очень вкусно И сахар не добавляю, так как миндальное молоко сладенькое И вообще идеально И печенька у меня без сахара С корицей овсяной Мини-печеньки Всем приятного чаепития Мы не досмотрели Аладдин Укладывала я Ванечку спать Как вы видите, у меня здесь на груди пингвинчик Чтобы он посильнее пах мной Я вот ношу его с собой Чтобы молоком пропитался Пропах весь Ну, чтобы Ванька больше чувствовал Сильнее чувствовал Вот Сейчас будем монтировать влог Сейчас зимаешь Ой Сейчас зимаешь, говорю Спать хочется, первый час ночи Просто я вырубаюсь Ладно, ребята Всем спокойной ночи Увидимся с вами завтра И всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok